Дело бывшего чиновника Минстроя Карелии дошло до суда. От представителя одной из фирм госслужащий получил более 800 тысяч рублей за свои услуги. Ранее было утверждено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников того же ведомства. Сумма взятки уже более миллиона. И вот опять. 27 января суд арестовал замначальника Республиканского управления Госавтодорнадзора Дениса Краснопевцева и начальника отдела регионального автонадзора Евгения Шелковникова. Обоих чиновников обвиняют в получении взятки алкогольной продукцией на сумму не менее 20 тысяч рублей. За это они, по версии следствия, обещали не привлекать к административной ответственности отдельных бизнесменов. За полгода сумма полученных взяток от автоперевозчиков превысила полмиллиона рублей. Как выяснили СМИ и краснопевцев, и шелковников, протеже руководителя Госавтодорнадзора по Карелии Рафаила Галикеева. Последний, прибыв на место начальника карельского управления, вынудил уволиться местных специалистов, посадил в их кресло своих людей. Год назад работа виделся непочатый край. Попадается к нам автотранспорт, перевозящий большие грузы с перевесом. Это не секрет. И в этом направлении нужно наводить, конечно же, порядок, привлекать водителей к дисциплине. Рафаила Галикеева вслед за его подчиненными взяли под стражу 29 января. Яркий эпизод обвинения – покупка федеральным чиновникам эвакуатора для машин, задержанных за нарушение весового режима. Деньги от перевозчиков, которым навязывались услуги эвакуатора, шли в карман организаторам преступной схемы. Помимо этого, в ведомстве Галикеева вскрылись и прочие дикости. По версии следствия, в 2016 году обвиняемые совместно с заместителем одного из отделов управления пригласили в служебный кабинет сотрудника управления, где потребовали его объяснений по рабочим вопросам. После того, как эти объяснения были получены, обвиняемые и подозреваемые, будучи недовольными данными объяснениями, применили насилие данному сотруднику, причинен физическую уборь. В правительстве Карелии действия правоохранительных органов не комментируют, ведь именно президент страны поручил ловить коррупционеров в коридорах власти всех уровней. Взятый курс позволил в последние годы ликвидировать ряд коррупционных схем, возбуждено достаточное количество уголовных дел. У всех на памяти громкое дело о махинациях с земельными участками в Прионежском районе и реальный срок бывшей главе Прионежской администрации Светлане Чечель. Совсем недавно арестован председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин. Его обвинили в получении взятки. Сейчас он в следственном изоляторе. Сегодня ни в республиканских, ни в муниципальных органах власти нет неприкасаемых лиц. В правительстве уверены, чистка чиновничьих рядов от нечистоплотных представителей власти необходима. Политологи отмечают, что подобные скандалы слишком сильно бьют по репутации региона. Инвестиционная привлекательность региона подорвана в очередной раз самым циничным образом. Вряд ли в тот регион, где члены правительства задерживаются по подозрению во взятках, где видные чиновники задерживаются по подозрению в рукоприкладстве к своим подчиненным, не только по каким-то житейским делам, когда взяли ни того, ни у тех. Вряд ли инвесторы кинутся в наш регион со всех ног. Особняком в ряду резонансных дел стоит арест председателя Карельского отделения «Мемориал» краеведа Юрия Дмитриева. Как утверждает следствие, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженной свою несовершеннолетнюю приемную дочь, якобы для изготовления порнографии. Сам обвиняемый, его близкие, знакомые, пикетчики и оппозиционная пресса утверждают, обвинение – это месть за общественную деятельность Дмитриева, мол, дело политическое. Какую-то роль в политике он не играл, и предполагать, что это какой-то политический заказ в этой ситуации, ну, я не могу. Дмитриев действительно делал всю свою жизнь очень большое и очень важное дело, и даже если следствие абсолютно право, это как бы не умаляет мое уважение к нему за то, что он сделал в течение всей своей жизни по отношению к репрессированию. Необходимо, однако, напомнить, в деле общественника Дмитриева по коррупционным делам бывших чиновников Минстроя Карелии, чиновника регионального Галкина и федерального чиновника Галикеева с подчиненными следует дождаться решения суда.